Привет! Сегодня будет вкусный обзор акриловых красок от компании PintArt. Краски выпускаются в пластиковых тубах в объеме 60 миллилитров. Для начала сделаем выкраску. У меня 10 цветов, включая белый, черный и золото. Также три пастельных оттенка и четыре основных. Желтый, красный, синий и коричневый. Краски густые, пигментированные и после высыхания имеют полуглянцевый эффект. Также заказала четыре акриловых контура с объемным эффектом. Они выпускаются в тубах объемом 30 миллилитров с удобным носиком для нанесения. Два контура имеют прозрачную структуру, чем напоминают ягодное варенье. Вот пара примеров использования такого сладкого эффекта. Контуры универсальны и ими можно работать по любой твердой поверхности. Стекло, пластик, дерево, бумага, холст и тому подобное. Кроме красного я еще взяла сиреневый прозрачный контур, черный непрозрачный и розовый перламутр для создания объемных жемчужин, что особенно интересно в скрапбукинге. Также эти контуры можно использовать просто как акриловую краску. Испытывать эффект 3D объема будем на декоре деревянной рамы. Мне очень нравятся рамы с объемным декором, но в домашних условиях его имитировать сложновато, поэтому такой материал поможет сделать подобный эффект. Раму я не грунтую, а сразу по дереву рисую черным контуром вензеля. Добавляю немного точек и оставляю сохнуть на пару часов. Материал остается мягким, но при надавливании возвращается в форму, не оставляя следов. Дальше закрашиваю раму пастельным песочным оттенком. Краска густая, сохнет быстро. Еще она очень пигментированная, а это значит, что одного слоя вполне достаточно, чтобы перекрыть черный контур. Еще я взяла пастельный розовый и пастельные зеленые оттенки. Наношу следующие слои полусухой кистью, под углом, практически параллельно раме, чтобы краска оставалась в основном на вензелях. Также такой эффект удобно делать обычной строительной кистью из щетины. ДВП-основу для картинки я загрунтовала светло-зеленым цветом. И пока краска не успела высохнуть, я процарапала фактуру старой засохшей кисточкой. На картинке будет аппетитный тортик. Набросок я делаю разбавленной с водой коричневой краской. Ей же закрашиваю коржи и уже набираю густую краску на кисть, придаю шоколадному бисквиту объем. Сливочный крем я прямо на кисть выдавливаю из тубы белого акрила и кладу его более ровно и объемно. Чтобы нарисовать тень, я разбавляю краску с водой для прозрачного эффекта. Дальше рисую ягодки красной краской. Добавляю в нее черный и коричневый для другого оттенка. Для шоколада я смешала коричневый и черный цвет. Прорисовываю блики, добавляю золото и оставляю сохнуть. Затем наношу на ягоды и крем красный прозрачный 3D контур. И напоследок добавляю акцент в виде вензелей розовым перламутровым цветом. Ждем высыхания, вставляем картинку в рамку и готово! Также прозрачными контурами очень интересно работать по стеклу. Декорировать вещи, которые не подвергаются частой мойке. Например, вазы. Еще контуры круто подходят для декора разных сувениров. Я вот достала новогодние игрушки. Поворачивая звездочку, можно посмотреть, какой интересный эффект дают объемные жемчужины. Лайфхак! Чтобы капля контура быстрее приняла ровную форму, можно просто постучать по изделию. Пока контур свежий, он легко примет форму капельки. Подводя итоги, хочу сказать, что краски и контуры мне очень понравились. Они качественные и с ними удобно работать. Ссылки на материалы я оставлю в описании. А вам спасибо за внимание. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok